У России есть возможности сегодня, у российской армии, совершить операцию, которая в тех или иных элементах может быть повторением операции Багротина. 4 июля Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Большой шаг, наверное, самый большой за всю историю, после того, как по настоянию Советского Союза она стала страной-учредительницей ООН в Международном авторитете Беларуси. Беларусь сохранила все, что у нее было. Все свои экономические, человеческие, качественные, научные, технологические ценности. Она сохранила свою промышленность. Она сохранила свою экономику. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Мой первый вопрос будет связан с большим радостным событием для Беларуси. 3 июля, если вдруг кто-то не знает, наша страна отметила День независимости. День независимости у нас отмечается с 1996 года, референдум был по этому поводу, в день освобождения Минска, 3 июля. И так, в общем-то, в этом году, это у нас еще и юбилейная дата, 80 лет освобождения. И вознаменование этого прошел военный парад. В общем-то, военные парады традиционно у нас проходят в День независимости. Но этот вот был необычен. Помимо того, что, ну, как всегда, естественно, лучшие там современные образцы техники были показаны. В том числе, кстати, и Искандер, который может нести тактическое ядерное оружие. Что важно и нужно отметить, пригласили на парад и приняли участие в нем достаточно много государств, которые когда-то во время войны, в общем-то, вместе ковали победу, вместе с нами, со всеми. Вот сейчас перечислю всех. Российская Федерация, в общем-то, традиционно. Китайская Народная Республика, как тоже стратегический союзник. А также Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Представители этих национальностей в той или иной степени участвовали в освобождении Минска. И вообще Белоруссии, да и вообще в победе над фашизмом. Вот на ваш взгляд, что в этом параде должны были увидеть как наши друзья, так и наши противники? Ну, во-первых, поздравляю народ Белоруссии с Днем независимости. Во-вторых, то, как отмечали необычно и намного более весомый День независимости в этом году. С участием, как вы правильно сказали, и других государств. Это только подчеркивает, что сегодня Белоруссия независимое, суверенное государство. Намного больше и намного более уверенное в себе, чем это было за какие-то годы существования независимой Белоруссии. Когда пролетают самолеты, которые могут нести другие элементы, но самолеты – это тоже часть. На параде обычно не выводят ядерное оружие никогда. Его, как и меч, вынимают из ножен не для показа, а только когда надо применять. Это в резком контракте с северными соседями, которые давно уже потеряли остатки своей независимости, если у них когда-нибудь была в их истории. Ну, кроме Литвы. И совершенно ясно, что ни одна из этих квази-государств, ни одно из них не может сравниться с Белоруссией ни в каком смысле, ни в суверенитете, ни в независимости, ни в военной мощи, ни в признании во всем мире. Но в отношении этого недоразумения, которое до сих пор называется «государство Украины», это тоже яркий, резкий контраст, что такое Белоруссия и что такое Украина. Останется ли от Украины какой-то огрызок, который будет называться государством, или не останется, это другой вопрос. Но совершенно ясно сегодня, что такое Белоруссия и что такое Украина. Мало того, развитие Украины, начиная с 1994 года, показало, что в отличие от всех прибалтийских стран, в отличие от Украины, в отличие от всех, я говорю всех стран бывшего Советского Союза, Включая Россию, Включая Россию, Белоруссия сохранила все, что у нее было. Все свои экономические, человеческие, качественные, научные, технологические ценности. Она сохранила свою промышленность, она сохранила свою экономику. И она ее развивает, несмотря на все ограничения, всю эту блокаду практически, которую пытались вести против Белоруссии. И Белоруссия не пережила таких социальных, экономических катастроф, которые пережили и переживают все республики бывшего Советского Союза, включая Россию, я говорю, еще раз. То есть, в этом сумасшедшем мире, непредсказуемом, небольшое государство, которое не обладало такими природными богатствами, как все остальные бывшие Советские, Россия вышла из всего этого намного лучше, увереннее и сильнее, чем все остальные, не понеся никаких таких капотей. Так что Белоруссии есть чем гордиться. Белоруссии есть чем гордиться. Это сегодня одно из самых развитых и развивающихся государств в мире, не только в Европе. Устойчивое государство с устойчивой, здоровой экономикой и с высокоразвитыми. Я думаю, во всей Европе и на всем постсоветском пространстве социальными службами, социальной заботой государства о своем населении. Вот это все ценное, что было, Белоруссия, несмотря на нечеловеческую соли, удалось ей сохранить. Это как бы достоинство и власти, которая была в Белоруссии с 1994 года. Но это еще в большей мере характеризует способность и жизнеспособность белорусского народа, которую многие, которому многие, особенно так называемые друзья и поляки, и литовцы, вообще отказывали в признании белорусов как народа, как самостоятельного народа. И Белоруссия как государство. Так что я только рад всему этому. Не только потому, что половина моих предков из Белоруссии, бабушка из Ляховичей, а дедушка из Хатыни. Но чисто по-человечески, даже смотря моего исторического опыта, тоже богатого, из Ближнего Востока, у меня сердце радуется за Белоруссию. Спасибо на добром слове, что называется. Ну вот вы упомянули о том, что Белоруссия пытается устроить блокаду. И многие государства мира отказывают саму идею независимости. Им такая полноценная независимость для нашей страны. Но, как говорил как-то тут Александр Лукашенко, не западом единым. Потому как все вот эти вот недружественные и шаги, и мысли, и идеи, они возникают как-то вот с той стороны. И доказательство тому. Буквально вот на днях, 4 июля, Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Первым европейским, полностью европейским государством в этой организации. И Александр Лукашенко выступил очень с инициативой строить большую Евразию. На ваш взгляд, я понимаю, что там еще очень много работы в этом интеграционном объединении. Очень много работы. Но мысли, мысли, они вот, как мне кажется, в правильном направлении. Как это в общем итоге, ну, мы примерно представляем, как, интересно, ваша точка зрения, будет влиять в том числе и на безопасность наших государств. Потому что, ну, мы знаем, что в основе все равно, все равно экономика. И пока что вот ШОС, это в большей степени экономический клуб. Ну, это во всех отношениях хорошо. Прежде всего, в политическом. Это признание Белоруссии не просто каким-то государством, а полноверным, полноправным государством, самым западным в этом сотрудничестве, исходя из государственного, экономического и политического веса Белоруссии. Второе. А эта организация, она также занимается вопросами обороны, взаимной обороны. Прежде всего, в борьбе с террором, который сегодня одна из основных проблем для Белоруссии. И развитием экономических отношений. Исходя из того, что, несмотря на все представление в мире о великолепно развитой технологии и науке на Востоке, в Белоруссии есть чего дать и чего сказать. И в этом они заинтересованы. И это поможет развиваться и белорусской высокой технологии, и белорусской промышленности, и белорусской науке. Мало того, это может обогатить и укрепить подход и решение проблем безопасности Белоруссии. Как политической, стратегической, так, как я уже говорил, начиная от охраны границ и кончая террором. Все эти страны успешно для себя решают проблемы незаконной эмиграции. И чем западнее, тем эта проблема острее. Так что и в этом вопросе поддержка и помощь Советового Содружества может помочь Белоруссии грамотно, правильно и с достоинством, и на нравственной основе не допустить развития этой проблемы. Так что Белоруссия этим самым шагом, она сделала еще большой шаг, наверное, самый большой за всю историю, после того, как по настоянию Советского Союза она стала страной-учредительницей ООН в международном авторитете Белоруссии. Это не блок НАТО, который хотели кто-то присоединить для того, чтобы воспользоваться территорией стран НАТО против России. Нет, это именно укрепление Белоруссии не за счет использования грубого ее территории, а за счет вливания в Белоруссии в общее дело стран этого Содружества. Поэтому это очень знаменательный шаг, очень серьезный. И он только подчеркивает то, что я говорил раньше о том, чего добилась Белоруссия, начиная с 90-х годов. Сначала того, как она приняла решение хорошо. Если то государство, частью которого она была, вы развалили, Белоруссия пойдет своим путем. И это она сделала, и сейчас он продолжается и более, и более успешно. Не зря белорусское руководство говорит об этом дне вступления Белоруссии в ШОС как об историческом дне, который, безусловно, войдет в большом историческом дне. Я думаю, что прямо сейчас еще немногие даже поняли, что произошло. Нужно время, чтобы все это оценить и понять и перспективы, и выгоды от этого участия Белоруссии в этой организации, да и всех остальных государств. Но вот что уже точно, то, о чем можно говорить. Вы говорили много о том, что каждый из этих государств, участниц, достаточно успешно в борьбе с терроризмом. И буквально на следующий день после вступления Белоруссии в ШОС на территорию нашей страны прибывает группа китайских военных для совместного учения с нашими военнослужащими. И тема основная – антитеррор. Должен сказать, что в пабликах южной соседки очень сильно возбудились по этому поводу. Но тема заявлена однозначно, то есть совместное учение именно антитеррористической направленности. О чем, на ваш взгляд, могут говорить такие шаги? Я так понимаю, это, в общем-то, первый такой шажок. Дальше будет больше. Это только первый шаг, как и все остальное. Это будет говорить о том, что закладываются основы как для общеполитического сопротивления террора, так и к оперативным решениям и созданиям оперативной возможности борьбы с террором. Причем эта оперативная возможность состоит из двух частей. Одно – укрепить способность сопротивляться террору, предотвращать террор Белоруссии. А второе – что Белоруссия может сделать в этой области в борьбе с террором всего Содружества? И эти маневры отвечают обеим этим целям. То есть тут Белоруссия не просто принимает на себя какое-то покровительство. Нет. она учится и координирует, и отрабатывает, и усиливает свои методы, и она вместе с ними вырабатывает то, что Белоруссия, как Белоруссия, может вложить в это в общей борьбе с террором, используя и свое географическое положение, и свои военные, политические и разведывательные способности. Так это должно быть. А поэтому все враги Белоруссии. А я говорю, что вокруг Белоруссии есть не только друзья, и не только союзники, и не только соперники. Потому что каждая из них хочет или расчленить Белоруссию и оторвать какой-нибудь кусочек, или переформировать Белоруссию, превратив ее в свой предаток. И они знают, что дорога в Россию идет через Белоруссию. Поэтому Белоруссию надо сокрушить. Не только политически, но и военным путем. Тогда можно пройти к России. В преддверии этих дней наши военные фиксировали активизацию с украинской стороны, как раз-таки и концентрацию войск, и концентрацию вооружений возле белорусской границы. Что, на ваш взгляд, это было такое? Это была попытка на данном этапе. Это попытка вызвать провокацию, спровоцировать Белоруссию на какие-то действия, которые могут помочь усилению поддержки Украины западными странами, а прежде всего теми, которые под давлением тех, которые являются врагами Белоруссии. И вот в координации с ним, в первую очередь, основным врагом Запада, Польши, украинские хозяева решили создать более напряженную, более провокационную обстановку, надеясь, что Белоруссия сделает неверный шаг. И тогда они истерически потребуют помощи и от Польши, и от НАТО. Еще больше, чем сегодня они оказывают Украине, а больше они все равно оказать не могут. У них просто не хватает сил, чтобы Украину спасти вообще. При нынешней ситуации открытие Северного фронта на Украине – это смерть украинскому государству. – Потому что, ну, география, с ней ничего нельзя сделать, но ровно и ЧОП, они очень близко к Белоруссии. Так что это имеет более провокационное значение, чтобы спровоцировать резкое усиление военной помощи прямой и косвенной Украине. Но Белоруссия спокойно на это не реагирует. С одной стороны, принимая необходимые меры, чтобы подавить провокации, а с другой стороны, не поддаваясь на провокации. – Ну да, тут очень важно проявлять выдержку. А в целом, как оцените ситуацию на линии боевого соприкосновения сейчас, ну, коль уже заговорили об Украине. Несмотря на тактические определенные успехи российской армии, они есть, ежедневные, но фронт статичен, многие так говорят. – Россия имеет все необходимые военные силы, чтобы начать серьезное наступление. То, что сказал президент России Путин, он выразил то, что из его слов можно понять стратегию России на сегодняшний день. Первое – это Россия готова сегодня подписать соглашение, исходя из современной сегодняшней дислокации вооруженных сил и линии соприкосновения. – С небольшой добавкой. Республики, на территории которых находятся российские войска и которые заявили о том, что они являются частью России, должны быть освобождены от украинской власти и украинской армии до своих границ. То есть, переводя это на более понятный язык, Россия готова заключить соглашение, если говорить о линии огня, мирное. Когда Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области до своих границ являются частью России. Второе – Россия продолжает настаивать на двух пунктах. Один пункт более понятный, и второй – более проблематичный. Более понятный – это ограничение на вооруженные силы Украины потом, украинского государства, после заключения соглашения, до минимума, который необходим для, исходя из соображений безопасности, но чтобы она не превращалась в угрозу по количеству и по качеству. Если я помню, в Стамбуле говорили что-то от 70 до 100 тысяч армий всего, вооруженных сил, всех. И второе – нейтральный статус Украины и не присутствие никаких военных баз или никаких иностранных войск на территории Украины. Дополнительно к этому, как огласил опять-таки президент России, а мне ничего не остается делать, как только понять то, что он говорит. Это денацификация Украины, то есть запрещение всех политических движений пронацистского толка, восхваления нацизма и запрещение всей расовой нацистской пропаганды и расовой политики, которая ограничивает неукраинское население. Это относится и к русскоязычному, венгерскому, румынскому, все, что есть на территории, польскому, все, что осталось на территории. Эти условия, которые предложил президент России. Но поскольку география простая, начиная от Харьковской, Сумской и, может быть, Черниговской, а если говорим о Донецкой, то следующая область – она Полтавская, а если говорим о Запорожской, следующая область незначительная для Украины – Днепропетровская и Николаевская рядом с Херсонской и Запорожской. Ну а если войти в Николаев и не продолжить до Одессы, это невозможно. То есть у России есть оперативные планы и, по мнению российского главнокомандующего, возможности начать продвижение во всех этих направлениях или части России. Но цель основная на сегодняшний день у российского руководства – это заставить успехами российской армии сесть за стол переговоров тех, кто правит Украиной. И это не украинское руководство, которое по заявлению того же президента, нелегитимно. Такова сегодня ситуация. Хорошо это или плохо, правильно, неправильно. У каждого может быть свое мнение. Но такова политика российского государства. Как ее выражает тот, что он стоит во главе страны. То есть давайте садиться за перестол переговоров. И последнее, что происходит. Вот последний визит Орбана. Они все идут в одном направлении. Давайте садиться за стол переговоров. Хотя действия на фронте, на линии соприкосновения идут на том уровне, который они идут, на тактический успех. И к этому я хочу добавить только одну вещь. Это уже из моей прошлой специальности. Очень важно слушать знаковых людей, люди, которые знают. И вот председатель комиссии по обороне Государственной Думы. Генерал-полковник Картопова, который был заместителем министра обороны, и который является серьезным, один из серьезнейших генералов российской армии, сказал и не случайно, такие люди не случайно, случайно не говорят, что сейчас годовщина операции Второй мировой войны, которая называлась Багратио. То есть освобождение Беларуси. И не только. И не только Беларусь. Началось первый этап освобождения Беларуси. И тот день, который вы отмечаете, это именно в рамках этой операции Багратио. Но он сказал это не только с исторической точки зрения. Он сказал, я очень и очень советую украинским военным и генералам НАТО изучить эту операцию. Он не хотел им давать урок истории. Он не занимается историей. Он ее ценит и понимает. Но когда такие слова говорит человек, как Артопулов, я бы советовал прислушайтесь к этому на Западе. Потому что у России есть возможности сегодня, у российской армии совершить операцию, которая в тех или иных элементах может быть повторению операции Багратио. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. То, что возможности есть. Это зависит от решения. Уже политическое решение, конечно. Я могу только попытаться первое, основное. Понять эти решения. Оценить их значение. А вот хорошо это или плохо для России и для других стран. Это уже Россия решает для себя. Это ее интерес. Она определяет свои национальные интересы. Она определяет свои оперативные, стратегические интересы в ведении военных действий. Ну, и в конце концов, хорошо ли это или плохо, а это уже история будет тоже судить. Поэтому в моменте тут, мне кажется, очень сложно давать какие-то полные. История. История имеет огромное значение. И не зря руководитель исторического общества России. Это тот человек, который стоит во главе внешней разведки. Столько много не зря в нашей жизни. Вот это не случайно. Это не случайно. Там большой смысл. Тоже, я думаю, тоже не случайно. И тут я с вами полностью согласен. Что ж, будем смотреть, как будут развиваться события. Спасибо большое, Яков Осивович, за то, что нашли время с нами побеседовать, за этот разговор. Спасибо. И успехов вам. И я надеюсь, что в следующий день независимости Беларуси, кроме всего прочего, будут отмечаться, будут уже заметны первые результаты тех шагов, которые были предприняты сейчас перед этим, этой датой Дня независимости. Будем верить в лучшее. Спасибо огромное. Удачи вам. Пожалуйста.